Гарри Юрий Табах Которого я с гордостью Называю моим другом Привет Юр Привет Теска Привет Юр Принимай Еще можно чуть-чуть И моей маме И моей маме Ты бы был ее лучшим другом Я подчем Это очень кошерный комплимент Но Юр Вот сейчас В последние дни уходящего года Мы естественно подводим итоги Бурного 2022 года Однозначно тут Но это невозможно Подвести итоги в одном разговоре Но вот именно с тобой Я хотел бы обсудить Один интересный вопрос Это вопрос ленд-лиза Для Украины Вот обрати внимание Ленд-лиз Я сейчас вот по-рабоче-крестьянски скажу Это дают то, что есть Типа Я хочу жрать Мне говорят На тебе булку Хорошо А мне дают Украине Дают Деньги То есть Иными словами Мне говорят Вот я говорю Я жрать хочу Но мне не булку дают Или там шашлык А мне говорят Вот на тебе деньги Купи землю Спаши ее И у тебя будет ферма Теоретически вроде бы неплохо Но Жрать я сейчас хочу А Украине сейчас нужно Отражать агрессию органов В чем причина Это недопонимание Это какой-то Ну Я не знаю Политический Рассет Что Это В чем Причина Дружище Тут никаких Недопониманий нет Но это глупость Но эти люди Все понимают Это могут Недопонимать Люди Которые пришли Включили Швец А он им что-то сказал И все Они побежали с этим А вот Республиканцы ужасные А демократы наши друзья Хотя все ваши беды Во время демократов А не республиканцев Но это Это вот такая Это одноклеточно Все Понимаешь Ленд-лист Да У тебя хороший пример Но я даже бы сказал Что тебе дают денег Но денег Ты говоришь Я умираю с голоду Или там Мы в гетто сидим Мы умираем с голоду Тебе там Дают какие-то деньги И говорят Да Вот вам деньги Идите купите себе еду Но На эти деньги Вы можете купить Только Один сухарик И стакан воды А вы говорите Подождите Как мне надо накормить Целую роту солдат Какой сухарик Ведь все Вот на эти деньги Вы можете это купить Больше ничего Потом А вы не успели Это купить Но эти деньги Обратно забираем Вот это примерно То что происходит Сегодня пакетами Тогда и начинается Компания Что значит Республиканцы Все проголосовали Против помощи Украины Военной помощи Господи Они против Проголосовали Того Включая Госпожу Спаркс Против того Что Это не против Украины Там Украина Имеет Мизерную долю Это про весь Бюджет Американский Куда Входит Дофига Всего остального И почему Они так спешат Это сейчас Делать Чего в январе Я не сделал А потому что Республиканцы Будут в январе Над этим голосовать Поэтому они должны Это сейчас делать Почему Потому что За два часа Дали До голосования Это там больше Четырех тысяч Страниц Бюджета Конечно же Большинство Республиканцев Проголосовал против Но это выносится Что это против Украины И все теперь бегают И говорят А вот республиканцы Трамписты Это вообще ужас Это что Подожди Подожди Там голосовали За 400 Миллиардов Долларов Из которых Украине 40 Я Юра Ради бога Смотри Смотри Юр 450 Ой Я тебя Маля Не мелочись Я округляю Цифры Нет 450 Миллиардов Долларов Это На борьбу С климатом То есть У нас Борьба С климатом В 40 Раз больше Чем там В этом бюджете На войну В Украине Ну и там Много Разного Всего Там Музей ЛГБТ Расследования 200 Там Расследования По тем Кто участвовал В Капитолии Кто зашел На 410 Миллионов На Границы Чтобы усилить Границы Не думаю Ни американские Ни украинские А Иордании Тунизии И Оман По-моему Вот На борьбу С климатом Вот Мне еще Вот это Нравится 520 Миллионов Выделили 520 тысяч Извиня Выделено На Развитие Изучения Рака От Расовой Дискриминации Из-за Насилия Но Насилие Не Над Украинцами Там Рака Насилие А что От Насилия Рак Получается Да Да Что Будут изучать Как Рак У людей У которыми Было Насилие Основано На Расовой Основе От Расовой Основы Над Ними Было Насилие Вот Например Над Украинцами Это Тоже Можно Сказать Расовое Насилие Идет Геноцид Но Нет Это На Крысах Это На Крысах Они Будут Изучать Вот 450 520 Тысяч На Это Выделили А Военным Ветеранам Подняли Ветеранам Военным Подняли Зарплату На 4 6 Процента Повышение Знаете Когда При нашей Инфляции По-моему Больше 20 Процентов Инфляции Тут У нас Сейчас Ничего Купить Невозможно В моей Жизни Нам Никогда Меньше 7 Процентов Не Повышали Ни Ветеранам Ни Военным Сейчас 4 6 Процентов На Детские Сады Для Без Малоимущих 12 Миллиардов Пенсионный Возраст От 401 К Повысили С 72 До 75 Лет Мы Живем Из-за Ковида Дольше Оплата Коммунальных 6 Миллиардов Для Малоимущих Оплаты Коммунальных Услуг Не для Украины Тем Которые Не хотят Работать И вот Разные Гранты Для Университетов Для Музеев Конечно Когда Такой Огромный Бюджет А бюджет По-моему Там 1 И 7 Триллиона Долларов Весь Бюджет То Он То Он Республиканцы Проголосовали Против Это И Включая Госпожу Спаркса Вот Они бегают Сейчас Все В Украине Пытаются Доказать Что Это Против Украины В Украине Там Выдается Опять Та же Самая Сумма Что Ей До Этого И Выдавалось Один Где-то И три Возле Миллиарда В месяц Три Дня В Афгани Юра Ради Бога Извини Я тебя Перебью Правильно Я понимаю Что Вот В бюджете 100 Статей А Я Не согласен С одной Вот Давай считать Вот я Мерзогадский Злогнусный И Гнусно Противный Трампист Вот Я С 99 Статьями Согласен А с одной Я не согласен А голосуют В целом Я Голосую Против Это Так Или Не так Нет Люди могут Голосовать Там По разным Причинам Против Но в основном В целом Вот они говорят Что это Республиканцы Проголосовали Против Украины Опять же Там Украина Маленькая И вот Госпожа Спаркс Которая Представитель Можно сказать Единственный Представитель У нас Конгресс Украины Как бы Она Украинка Этническая Она Голосует Против Потому что Она говорит Украине Там Опять Ничего Опять То же Самое Что и Рака Относили На крысах На расовой Основе Там Деньги Есть На музей ЛГБТ Есть Правда На новое Здание Для ФБР Нет Это Выкинули Но Они Все равно Это Преподают Швеции Китковские Они Преподают Что это Республикация Против Украины Действует И все Тысячи Мне Пишут Люди Как же Так Они Поголосовали Да Не Украину Они Голосовали За Растрату Денег Да Вот это Там Какая-то Одна Грин Чего-то Сказала Еще Может быть Что-то Сказали Там Украине Не хотят Помогать А как Насчет 30 Демократов Которые Написали Письмо Президенту Что Не надо Помощи Украине А они Будут Сына Трампа Вводить В общем Идет С этим Ленд-лисом И с Финансами Для Украины И уже Вышел И Кулеба Министр Иностранных Дел И сам Генерал Залужный Которые Говорят Что Оружия Мало Недостаточно Невозможно Воевать С тем Что есть Мы не можем Перейти в наступление Уже Даже Начальник Разведки Будана Моя фамилия Да Вышел И сказал Что Разведка Уже Говорит Об этом В открытую Вышли Ребят Вы как Говорит Наш Великий Михаил Иосифович Веллер Билинов Объелись Там Что ли А эти Бегают И орут Что они хотят Если будет аудит То приостановится Помощь Послушайте Я служил В частях Где проходили аудиты Финансовые аудиты Проходили У меня был финансовый офицер Который отвечал за финансы Это не значит Что мы переставали Учения Что мы переставали Платить солдатам Что мы переставали Функционировать Такого не было Вот И что аудит Республиканцы говорят Очень много денег У нас и так денег нет У нас рецессия в стране Нашим ветеранам На 4% И военным повысили Зарплату Бюджетников Это при нашей инфляции И при Рецессии Которая происходит В нашей стране Так Украине Все главы Украины Говорят Нам оружие нужно Оружие нужно Чтобы воевать А мы им говорим А вот вам Еще миллиард в месяц И все И заткнитесь И будут Ходить гордоны И там Швеции говорят Памятник надо Байдену за это Ставить в Украине Они говорят У нас война застряла Мы уже скоро год Воюем Нам нужно оружие И республиканцы Говорят Может быть Поэтому Американский народ И конгресс И республиканцы И демократцы Скажут Дать Ленд Лиз То есть Дать все Что необходимо Украине Для войны Вот то О чем мы говорим У нас Оно есть Они говорят Танков Нам нужно 300 Абрамсон Брэдлис Боевых машин Пехоты Нам нужно 600 Гаубиц Нам надо Там тысячу Они называют Цифры Причем я думаю Небольшие Они же даже Не говорят О беспилотнике Или что-то Такой Высокой технологии А вы довольте Всять 20 хаймерсами Которые Мы дали И наверное Кажут Многие из них Поломаны Или повредились Это война И они Уже А эти Бегают Все равно И говорят Что достаточно Гордон Выходит И говорит Больше чем Достаточно Дают Дмитрий Гордон Ну серьезно Ну как Это может быть Вы же на себе Вышиванку Так руляете Постоянно И И теперь Это госпожа Спаркс Виновата Вот я не знаю Как еще Это объяснить Это допустим И не надо Будет меня Обвинять Что я там Назваю наркоманами Там Или еще Кем-то Нет Я просто Хочу Это прояснить У меня Деньги В банке Мой банк Приходит Ко мне И говорит Я хочу Помочь Наркозависущим Людям Я им дам Денег На лечение Я говорю Конечно Дайте Конечно Это хорошее Дело Он дает Деньги Мой банкир Воровать сложнее. Ты не можешь колесо от Хаймарса украсть. Ну, можешь, наверное, что-то с ним будешь делать. А вот бюджет пилить можно. Поэтому они, ленд-лист не идет, он застрял. Я отвечаю на твой вопрос, почему. Это одна из причин, я думаю. А вот этот бюджет, вот этот миллиарды каждый раз закидывать в Украине, это нормально. А когда республиканцы говорят, так мы хотим посмотреть, куда этот миллиард ушел. Он ушел, правда, на военные нужды, на победы Украине? Или кто-то его уже спер или что-то еще с ним. Причем больше похоже с этим Федекс, больше похоже на нашей стране его где-то кто-то уже распилил. И они хотят это проверить. Что тут в этом? А все будут ходить, и вот это вот они забросили. А почему? А потому что я только что назвал все гранты, которые включены туда. В эти университеты, все эти грантоеды, которые на крысах будут изучать расизм и рак, они, конечно же, за эту власть. Если в 40 раз больше денег дано на борьбу с климатом, каким климатом борьба, я не понимаю. В чем тут климат борьбы, что с климатом происходит, мне кто-нибудь может объяснить. Что надо с такие деньги туда вложить. А вот на войну в Украине нет. На границе Гондураса, Омана мы даем деньги, а на границе Украины нет. Вот мне кто-нибудь может это объяснить, и на нашей границе тоже не даем. Почему? Потому что нам нужны те, которые будут зависеть от государства и голосовать за эту власть. Ну, примерно так я могу это объяснить. Ну, нас мало, кто об этом говорит, и ты знаешь, Юр, ты в нашей команде. Ну, знаю. А против нас на всех каналах главных, конечно же, идет вот это. Почему? Я могу только одним объяснить. Соровские гранты. Ну, не могут люди отказаться от денег. Родину, маму родную готовы продать. Ну, деньги, ну, бабло есть бабло. И ничего ты поделать не можешь. Ну, а тебя также требуют, чтобы ты покаялся, покайся, грешник, за сына Трампа, который что-то там сказал нехорошо. Покайся, грешник. Так я не знаю, это он или кто. Я же говорил уже несколько раз, я на него подписан. Хотя я на него никогда не подписывался. Я писал в Инстаграм и сказал, что меня отписали. Через две недели я на него опять подписан. Причем моя фотография в мундире идет сразу после его папочки. Ну, это его канал или не его канал? Это его пейджер, я не знаю. Но даже если он что-то говорит, ну, кайся. Я кайся за убийство Христа и все остальное тоже. Вот это правильно, вот это правильно. Вот она, кстати, ты знаешь, вот, и шарик кается, и шарик, новая моя сама. Покойный шарик со мной говорит оттуда. И, да, я знаю, знаю, я понимаю тебя, я то же самое у меня вот здесь, прям хоть вой, волком. И, да, что его сын сказал, а что дети Обамы сказали, или что, как насчет сыночка Байдена, что он там творил. Это неважно. Вот есть у нас пугало, это Трамп, и есть республиканская партия. А если ты что-то говоришь про это, есть один аргумент. Он трампист, он республиканец, трамписты это за Путина, хотя Путину было очень плохо при Трампе. Денег у него не было при Трампе. И все. Ну, он еврей, он чеченец, ну, что-то вроде этого. Вот эти аргументы, которые они используют. А, я напомню тебе, Юр, может, ты забыл, ты еще аптекарь, сын стоматолога, то есть все. Колбасные, колбасные евреи. Колбасные евреи, он как-то еще живой после этого. В общем, я так, ребята, говорю, если вы будете так продолжать, то в этом году Новый год вообще отменится. И Крисмас тоже, потому что... Ну, Крисмас уже прошел, уже поздно. Не, ну, я православный же еще не прошел, православный-то еще не прошел. А, ну, тоже. Ну, потому что я скажу, что... РПЦ, что это? Правильно. Потому что, да, потому что Дед Мороз примет иудейство. Потому что Крисмас в этом году и Новый год на Шаббат выпадают. Ага. Дорогие господа эксперты, я прошу прощения, но у нас остается три минутки, и я не могу не задать уважаемому капитану первого ранга вопрос. Вот я этот вопрос ношу с того дня, когда выступил Зеленский у нас здесь перед Объединенным Конгрессом. Юр, скажите, пожалуйста, вот ваше мнение за всю свою речь. Да, он просил там оружие, он просил денег, но ни одного слова о лен-лисе. Ни одного слова. Правильно. Вот, Толя, ты с языка снял этот вопрос, вот, я его приберегал отдельно. А я уже просто не выдержал, потому что... Хорошо, хорошо. Юр, так что скажешь? А слушайте, а что бы вы сделали на его месте, когда он еще, по-моему, месяц до этого позвонил Байдену, президенту, и сказал, слушай, дружище, ну давай, мне оружие нужно. Он еще в начале войны это говорил. И уже невозможно. Он уже звонит и говорит, он уже и начальник генштаба, и министр иностранных дел, и начальник разведки. Говорят, оружие нет, нечем нам воевать. Вы это понимаете, или нет, что мы так долго не проделываем. У этих орков, у них бесконечное это... Они сейчас мобилизуют еще 300 тысяч, они еще мобилизуют 500, а у них это будет без конца. Они будут это делать, закидывать на стилармию, нам нечего. А Байден на него кричит и говорит, слышишь, ты будь доволен, что я тебе даю, и накричал на него. Что вы хотите, чтобы он в Конгрессе опять то же самое сказал, чтобы Байден на него перед всем Конгрессом накричал? А вот по этому поводу... И наказал его. А швец объясняет, в чем тут проблема. Швец же объясняет, он напрямую говорит, что Зеленский ведет себя неправильно. Он неправильно. Его попросил Байден закрыть дело по его сыну, а Зеленский не закрывает. Вот теперь это расплата. Поэтому Путин имеет полное право нападать на Украину, и Америка защищать ее не будет. Оказывается, это вина Зеленского, что он не закрыл расследование по Байдену. Да, если позволите еще один наводящий вопрос, потому что оно очень мучает. Это не я говорю, это швец говорит, сам майор. Да, да, да. Шутите, что ли? Вот такая ситуация. Хорошо, Конгресс проголосовал за Ленд-Лиз. Допустим, демократы это не особенно привечают, то есть они толкают свои... Нет, извини, что я тебя перебиваю. Я тебя, извини, что я тебя перебиваю. Здесь не так. Супербольшинство проголосовало за Ленд-Лиз. То есть и демократы, и республиканцы. Сенат 100%. 50 демократов, 50 республиканцев проголосовали за это. Это голос народа. Американский народ проголосовал за. Президент подписал 9 мая. Тянул, тянул, тянул. Еще один день больше, чем положено по закону, но подписал его. И все. И больше никогда не упоминался Ленд-Лиз. Пошли вот эти пакеты. 40 миллиардов, сейчас вот 45 миллиардов. Республиканцы получают палату. Теперь, по вашему мнению, я обращаюсь к вам обоим. Вы считаете, что Ленд-Лиз будет все-таки приведен в действие? Или с республиканцами он тоже не будет приведен в действие? Ну, опять же, смотри, я же говорю, что это не зависит от демократов или республиканцев. И демократы, и республиканцы за Ленд-Лиз. Супер большинство. Тут ничего не изменится. Они все равно будут за Ленд-Лиз. Но это зависит от президента. Единственное, что может измениться, что предлагал Макканнел, глава республиканской партии. Он говорил, что, может быть, нам надо изменить закон, что президент не имеет права давать все, что он хочет, обходя на нас в Конгрессе. А обязан это сделать. Не думал, что они смогут поменять этот закон так быстро и сделать. А президент, а Белый дом администрации игнорируют это. Они игнорируют то, что требует от них народ. То есть Конгресс. В Конгрессе по этому поводу нет разлада. В Конгрессе и демократы и республиканцы. Кроме там 30, может быть, 40 демократов, может быть, 50 республиканцев, которые там выступают против этого. Ну супер большинство все равно за. И республиканцев, и демократов. Это проблема в Белом доме. А вот это то, что Швед, Спинковский там, и еще там эти демократы, которые вам будут втирать, что это республиканцы. Смотрите, мысль немножко другая. Почему? Потому что в этот раз республиканцы будут владеть кошельком. И они получат вот эти вот рычаги давления на президента, на администрацию президента. Они могут играться вот этим владением кошельком. Пойдут ли они? Да, это я не знаю, что они будут делать, как они будут делать, потому что кошельком они владеют. Но у нас в стране ресессия, у нас в стране инфляция сумасшедшая. У нас нет денег. Поэтому они... А республиканцы всегда не консервативны в трате денег и в печатании новых денег. Поэтому, конечно же, я не знаю, что они будут делать, но традиционно они более консервативны. Но поэтому они, наверное, будут все-таки продолжать нажимать, чтобы дали ленд-лиз, а не деньги. Вот это не то, что это... Ну, а на это нажимают и демократы. На это нажимают демократы. Это просто вот эти грантоеды, эти соросятины, вся эта и в Украине, и в Соединенных Штатах Америки действуют пророссийски, как ни странно, пытаясь доказать, что это только проблема республиканцев, потому что это республиканцы, включая госпожу Спаркс и там остальных, что они голосуют против. Они проголосовали против этого дурацкого бюджета, хотя он все равно прошел, потому что там было несколько республиканцев, которые проголосовали за этот бюджет в один из триллионов долларов. Да, и поэтому у нас будет и музей ЛГБТ, и у нас будет неохраняемая граница, мы будем охраняемые границы в Романе делать, поэтому будем изучать там разные вещи, поэтому мы будем бороться с экологией, мы будем бороться с климатом, но на войну в Украине дается та же самая сумма. Первоначально Маккартник, глава меньшинства в Конгрессе, когда мы думали, что будет вот эта красная волна, он сразу договорился, что как только придут республиканцы, давайте проголосуем сейчас, чтобы потом это не делать, вот в этом бюджете, что дадим Украине 50 миллиардов долларов в помощь, 50 миллиардов долларов на военную помощь. Как только мы не получили все голоса, и в Сенате вообще мы не стали большинством республиканцев, Байден сразу же скинул с 50 до 37 миллиардов, и вот сейчас они в Конгрессе проголосовали, договорились с Белым домом, что 45 пойдет, но вот это как раз благодаря республиканцам, что из 37 республиканцы не проголосовали, чтобы дали 45 хотя бы из 50. Ну да, а разница пойдет на вот эти гранты. Но подается это все, что республиканцы против, вот это вот вранье, что республиканцы, и все с этим бегают, и все пишут, тысячи людей мне пишут, как это так, республиканцы проголосовали против помощи Украины. И трамписты, трамписты, это все, вы все враги, а демократы у нас хорошие. Ну, трамписты, я уже говорил, Юра, ты дьявол, Трамп это дьявол, а ты еретик. То есть это уже понятно. Подожди, я не понял, мы перешли от всенародного любимца и уважаемого человека к дьяволу и еретику. Ну, это да. Я сейчас, к сожалению, сейчас Новый год. И я вот вспоминаю, что в прошлом году, в это время, сколько в Украине, я был в Украине, сколько в Украине семей, радость, было все украшено, как красиво выглядел и Харьков, и Мариуполь. Украшено. Люди сидели у себя в домах, праздновали, сколько сегодня миллионы людей, десятки миллионов людей в Украине страдают, не у себя дома, покинули беженцы, сколько, сто тысяч людей потеряли жизни, а это сколько семей потеряло, любимых и дорогих себе людей. Какое горе настало в стране в этом году, и чтобы на следующий год, ну, как это остановить, если они все равно бегают и говорят наоборот. Как сегодня страдают уже и боятся в Тайване люди, потому что Китай уже подлетает, уже готовится к войне, там они видят, что это идет подготовка к войне. Как косовары и сербы сегодня находятся в том, когда уже в 19-м году, вы помните, кто был президентом, у них уже было подписано, был договор о мире, полеты между собой были, что в Израиле, как сегодня в Южной Корее, опять же, они тоже уже идут, дроны на них летят с Северной Кореи, они пытаются их сбить. Напряжение в мире, напряжение в мире, потому что слабая американская власть. Потому что в Америке сидит... Я прошу прощения, я прошу прощения, мы сейчас должны прерваться на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу беседу, и наши зрители, конечно же, смогут задать вопросы. Итак, друзья, рекламная пауза. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гимильфарова «Свободное мнение». И, как вы слышали в этом сегменте, Юрий, его гость, согласно или согласились любезно ответить на ваши вопросы, если такие появятся, поэтому, пожалуйста, 847-400-5200, это номер телефона нашей студии, звоните, с удовольствием с вами пообщаемся. Ну, а перед тем, как я передам Юрию микрофон, господа, я от всей души, от всего сердца и от имени наших радиослушателей хочу вам всем пожелать в наступающем новом году. Самое главное, мы знаем это, это здоровье. А вот теперь по отдельности господину капитана первого ранга я желаю офицерского озорства и ну, просто вот настоящего офицерского чувства юмора в следующем году. А Юрию Гимильфаргу я желаю просто необыкновенных творческих успехов я просто честно, счастлив, вот глянусь, счастлив в том, что я, что твоя, Юра, программа выпадает на четверг, это моя смена, и мне счастливится проводить с тобой время. То, что ты делаешь в эфире, это просто, ну, честно, атас, поэтому продолжай быть таким же задорным, таким же, как бы это сказать, воспаленным политикой и приглашай как можно больше интересных людей, а вот ваша связка два Юрия, это вообще, ну, просто атом. Так что, ребята, я вам желаю всего самого-самого лучшего, и чтобы Новый год нам принес намного больше радости, чем этот, это сто процентов. Вам огромное спасибо. А вот теперь я передаю вам микрофон. Спасибо большое. Спасибо огромное. Ну, хотя я думаю, что больше повезло вот этим двум братьям у вас на передаче из-за твоей фамилии. Брумер. Брумер, да, я думаю, им повезло чуть больше, чем тебе с нами. Я понял. Ну, всего же невозможно получить, правильно? Будем довольствоваться вот теми турицами, которые я получаю. Я не шучу. Спасибо. Ну, а у меня, Юрк, тебе вопрос, поскольку ты, как мы уже выяснили, еретик, трампист, и вообще редиска, и нехороший человек, вот ты посмотришь в комментариях, в комментариях, тамбул, табах, трампи, табах, трампи, все, все, все. Все. Да, тут уже... При Трампе ни одной бомбы не упало на голову, ни одной ракеты не упало на голову, ни в... в Украине. Да. И Крым тоже был аннексирован, не прием. И оружие сейчас, это тоже не он не дает. Но ничего не поделаешь. Кто-то должен был виноват. Ну, мы с тобой слушаем, мы с тобой из этого рода, что назначают виноватого. Ну, что делать? Ну, виноват. Виноват. Это понятно. Царь колокол безгласный, поломатый, царь пушки не стреляет, мать, иди. Ну, ясно, что евреи виноваты, осталось столько лет найти. Это понятно. Перефразировал, можно сказать, ну, ясно, что трамписты виноваты, осталось только документ найти. А вы какие трамписты, я до сих пор так понять не могу. Ну, я с кого не спрашиваю, объяснить мне не могут. Но трампист это очень нехороший человек. Еврей. Ну, еврею, да. Вот у меня был зам в ООН, он был поляк, польский офицер. Так вот у него кум был жид. А я ему говорю, так я что жид? А он говорит, нет, нет, ты хороший человек. У него не было этого. У него жид, это был просто плохой человек. Вот трампист это просто плохой человек. Вот и все. Ну, понятно. Так вот, у меня к тебе вопрос как к плохому, напоминаю, но умному человеку. Вот дело в том, что я не из первой десятка тех, кто показал фотографии пустыни Сьера. Это Северная Калифорния, где на 36 тысячах акров собрано 26 тысяч единиц бронетехники. Это БМП Брэдли и танки Абрамс М1. Вателинчин. 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 Это все много. Это на других. Это я напоминаю. Есть еще хранилище в Неваде. И самое крупное это в Кентаке, если я не ошибаюсь. И у нас есть хранилище самолетов такие же огромные, кораблей. У нас... Я был на них. Поэтому говорить, что у нас этого нет, это просто глупо. Так вот, не, это не просто у вас есть. Так вот, суть моего вопроса в том, что в отличие от духовно скрепленной Российской Федерации, где понятие техника на хранение означает «бери, не хочу, разворовывай, не хочу, она стоит, ржавеет», то, насколько мне известно, в Соединенных Штатах, в Израиле к этому относятся очень серьезно. Там техника, что называется, в полубоевом состоянии. Ее остается только заправить и вперед. А все вот эти представления, они основаны на голливудских боевиках. Они добротно сделаны, эти голливудские боевики на художественные фильмы. И по ним нельзя изучать историю. Так вот, вопрос. Какие аргументы против этого? Я, может быть, наивен, но, извини меня, против фактов. Но официально аргументы тоже не хотят эскалацию. Хотя я не понимаю, куда еще эскалировать. Русские кинули все, уничтожают инфраструктуру, ведут террористическую войну, занимаются геноцидом, занимаются военными преступлениями. Что они еще? Ядерное оружие? Вот это, что ли, они нас шантажируют? Так давайте сейчас им отдадим Аляску, потому что они следующее потребуют, иначе у них ежедневно ядерное оружие. Они Калифорнию требуют. А тогда зачем нам ядерное оружие? Я не понимаю. Давайте тогда мы избавимся от нам и будем жить так, как они нам диктуют. И сейчас еще Северная Корея получит ядерное оружие, и Иран будет получить ядерное оружие, и все, и мы на всем готовом. Что нам мучить? Что мы это... Сколько? Сначала не давали ПВО, потому что не хотели эскалацию. Разрушили города, уничтожили селы, убили, создали 10 миллионов беженцев, сотни тысяч убитых украинцев ракетами, обстрелами. Я думаю, что примерно, я не знаю точно цифры, никто не знает, наверное. Ну, знают, но не в открытой форме. Но я думаю, что не меньше, включая военных и гражданских детей убитых. Теперь решили, ну ладно, надо давать ПВО. Теперь мой вопрос. Сколько надо убить украинцев, чтобы дали наступательное оружие? Сколько должно их погибнуть, чтобы сказать, ну да, все, хватит, надо давать. А извини меня, вы рактары. Байден уже дали, Байден уже задал вопрос журналисты во время пресс-конференции. Чего вы ждете? Может быть, уже пришло время давать, раз вы даете патриота и все такое. Что он ответил? еще не ответил на этот вопрос. И так говорит, много говорю. Ну да, говорит много, делает мало. Так, я вот задаю вопрос. А Турция дает барактары? И ничего, даже риторики в отношении Турции из Кремля не наблюдается. язык засунули гусары молчать туда. Слушай, это же понятно, что эти 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 ублюдки понимают только один язык. Силы. Когда ты показываешь малодушие или трусость, ты говоришь, ой, мы не хотим, ну это же и с Гитлером мы знали, и со всеми остальными этими диктаторами. Мы уже никак не можем выучить урок, что ему надо и расквасить нос, поставить его на колени, заставить его гусары молчать, что заставить делать. Гусары молчать. А иначе он будет себя так вести. Удача будет. Ему все сходит. Чеченские народ сошли с рук. Грузины сошли с рук с красной кнопкой. Прислали, кстати. Трамп, да, прислал с красной кнопкой. Опять же, он же словно прислал. Приезжала миссис Клинтон. Серьезно? Нет, нет, нет. Трамп, 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 Трамп. Она просто был переодет в нее. А, ну да. Отлично. Извинения, я тут вижу. Самолет избитый с президентом Польши, с малазийским самолетом, с гражданским наследием, аннексирование Крыма воровства. Это развязав войну на Донбассе. Все сошло с рук. Все. Никаких, что, свирт был отключен? Сейн Гордон до сих пор говорит, что не надо свирт отключать. Или кто? Или швец говорит. Говорят, не надо свирт отключать им. Что, горючие перестали покорить? Что, какие-то санкции из ада, как обещал нам Байден, были введены? Нет. Все ему сходит с рук. И до сих пор сходит с рук. Убийство наций, все сходит с рук. Батарею сейчас патриотов, может быть, пришлют, пообещали. А какую батарею, не сказано, какого... Четырехствольную или восьмиствольную? Нет, ну, какого поколения. Они старые, не стены новые. Непонятно тоже, четырехствольные, восьмиствольные, сколько точно это все, когда это все будет. Ну, правда, может быть, объявлять это и не надо. Но непонятного всего этого. У нас же в секрете это держать невозможно. Все равно мы узнаем, сколько и чего, куда ушло. Это конгресс. к вам вопрос. Как вы считаете, не пытается ли администрация Байдена просто подтолкнуть Украину все-таки к какому-то перемирию на условиях России? Конечно. Они же до сих пор пытаются делать, пытаются посадить за встал переговоров. Я не соглашусь. На самом деле администрация Байдена, это моя точка зрения, она работает по старым лекалам, когда афганистанизации этого конфликта. То есть то, в общем-то, родоначальником этого была администрация Картера. Я напоминаю, что афганская война началась не при Рейгане. Выборы в Соединенных Штатах в ноябре, соответственно, к моменту прихода к власти Рейгана уже год шла афганская война. Да, я не спорю, что инициатором бойкота Олимпиады стал Картер. Джимми Картер, а не Рейган. Это правда. Но именно тогда была избрана стратегия при Картере, что вот мы будем там такие вот санкции, мы будем игнорировать Олимпиаду, мы там сделаем то, мы там сделаем все. В обмен на это Советский Союз в 1984 году игнорировал Олимпиаду в Лос-Анджелесе и чё? И ничего. Это вот такая стратегия. Но эта стратегия дала свои плоды. В 89 феврале месяце спустя 9 с хвостиком лет вывели войска из Афганистана, но уже процессы в СССР пошли, необратимые. СССР развалился. И после этого как раз вице-президент при Буше, старшем Дэн Дэн Куэйн или как его там? Дэн Куэйл. Дэн Куэйл. Дэн Дэн Куэйл. Дэн Куэйл. Дэн Куэйл. Абминистрация Байдена использует готовое лекало. Проверено. Мин нет. Да. Вот. Это моя точка. Зрение основано на логике. Только на логике. Если администрация Байдена работает в направлении перемирия на условиях Путина, то представляете, вот это количество жертв, были принесены ну, незачем. Это проигрыш. Это тогда вы сдали Украину. Какие будут переговоры на этом? Это перегруппировка и дать России передышку и все. Ее надо добивать. Да. А добивать нечем. А добивать нечем. Ну, наступать нечем. Хотя американский народ сказал свое слово и сказал дайте необходимость, чтобы добить этого врага. чтобы эта война не перешла на Тайвань, на Южную Корею, на Косово, Сербии. Чтобы это не распространилось повсюду. Покажите, покажите зубы, покажите клыки, покажите когти. А не постоянно выплясывайте танцы перед этой КГБшной мразью. Да. Но нету, нету воли. И вот у нас такое, такая ситуация получается. Но самое главное, что тысячи, миллионы людей верят в это, что это вред приносит республиканской партии, это исчадие Адрия Адрия. До точности это наоборот. так мир, наверное, устроен. Но опять же, против денег не пойдешь. Это вот Соровские гранты, вот эти вот гранты, которые они напихали в этот 1,7 триллионов долларов бюджет в Америке, против которого и голосовал или в основном республиканцы, конечно же, это никто не хочет. Эти все грантоведы теперь бегают и говорят, какие республиканцы ужасные, потому что они им не дают халяву, деньги на шару. Вот это, построить музей. Почему музей для ЛГБТ надо строить в Вашингтоне? Потому что он будет бесплатный. Потому что ни один другой из штатов не будет. Вот тут возражаю, музей ЛГБТ надо построить в Кремле, потому что там сидят вот эти самые люди в плохом смысле этого слова. Друзья, но у нас уже время нашей передачи подошло к концу, к сожалению. Юра, спасибо тебе огромное за потрясающую беседу. Толя, спасибо огромное за потрясающее участие в нашей беседе. Друзья, спасибо за ваше внимание. Но я же, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. С наступающим вас Новым годом и до встречи. С наступающим.